Там всё как-то интересно, но это для меня, как для человека, который любит купить в турагентстве путёвку и улететь поближе к Шезлонгу, это, конечно, удивляет, но тем не менее... Ну, люди разные, да, и порой путешественники выбирают очень экстремальные места, и перед тем, как отправиться в такое путешествие, без путёвки, а просто на один-один с собой остаться там, нужно получить очень ценные советы. Ну, их мы получим прямо сейчас от нашего гостя, путешественника Александра Удалова, который совершил кругосветное путешествие без денег, без подготовки, без плана, а также без малейших знаний английского языка. Александр, доброе утро! Доброе утро! Добро пожаловать! Значит, мы сразу же с места и в карьер, да, начнём. Вы же по образованию психолог? Да, я по образованию психолог. Вот скажите, пожалуйста, это помогает как-то в коммуникации на разных континентах? Есть у вас лайфхак, как найти общий язык с человеком, когда ты даже не знаешь языка? Нет, с моей точки зрения, вот, что ты простой человек, что ты психолог, это без разницы. Хотя некоторые думают, а, ну, конечно, ты психолог, тебе легко. Ты считываешь, да? Нет, ничего подобного. Могу дать самый простой совет. Самое такое уникальное слово, да, или уникальный жест, который нужно использовать во всех странах, независимо от того, какой ты язык знаешь, это улыбка. Ты улыбнулся, я навстречу улыбнулись, и всё, уже пошёл диалог, уже всё поняли, дальше можно ничего не делать. То есть вы оба поняли, что вы на одной позитивной волне. Да, да. Типа уже привет, ну, уже много о себе сказали. Привет, я рад тебя видеть, одной улыбкой. Вы английский язык знаете? Нет, не знаю. Вообще не знаю. Ну, когда я первый раз отправился в путешествие в своё одиночное, да, я знал три слова. Hello, sorry и no money. No money, это важно. Это важных три момента. И всё, хватило? Хватило. Встречаешься с человеком, потом я сказал, улыбаешься, да, ну, так на всякий случай, hello, да. No money. Потом, например, если машина остановилась, чтобы тебя подвезти, ты сразу им говоришь, no money. Они говорят, окей, ты садишься и поехали. Если ты что-то нечаянно задеваешь или там ещё, ты говоришь, ой, sorry, ой, sorry, ой, sorry, всё, да. Ну, а по ходу-то движения как-то приобретались ещё слова? Слова приобретались, конечно. В течение года постепенно такой небольшой диалог, не, не монолог, а себе сложился. То есть, меня зовут, я психолог, я путешествую. Ну, в общем, этого тоже достаточно. Про машину заговорили, то есть, садиться к человеку, который может подвезти. Вот, как можно в этом случае довериться человеку? Вы как-то можете, вот, например, машина останавливается, вы понимаете, что так, вот сюда лучше не садиться, могут быть проблемы, а здесь всё безопасно. Здесь всё зависит от твоего внутреннего настроя и состояния. Я по себе, по своему опыту знаю и по опыту других людей, с которыми встречался и общался, которые вот там автостопом путешествуют. Все заметили, что если твой настрой доверия и открытость миру, вот мир, вот я, возьми меня, да, я тебе доверяю, всё, что со мной происходит, всё мне во благо, то тогда дорога идёт просто ровно. Плюс у меня, поймите, у меня было такое правило, что если машина остановилась, значит, она моя. Поэтому. Позитивный настрой получается, да? Все люди были замечательные. Вы фаталисты, я так понимаю, да? Ну, если суждено, то вот так оно и будет. Смотрите, мы прочитали, что совершил кругосветку, это прямо название статьи, совершил кругосветку без знания английского и без денег. Без знания английского мы поняли. Что насчёт без денег? Прям без денег? Без денег это без денег, смотрите. Нет денег, нет карточек, нет подработок и не просить денег. Это было четыре условия, которые мне нужно было соблюсти. Как это делать? Как это делать? Ну как, выкладываешь деньги, выкладываешь карточки, не подрабатываешь дороги. В смысле, вас кто-то заставил это сделать? Нет, я сам себя заставил сделать, смотрите. Мы начали с того, что я психолог. И это был мой эксперимент. А путешествие было как инструмент в этом эксперименте. Моя задача была в моем эксперименте исследовать природу страха. Чтобы природу страха исследовать, надо поставить себя в состояние вот такого вот страха. Да. Вот. Ну вот, смотрите, деньги убираем, страшно, страшно. Некоторым людям говоришь, там, день даже без денег проживи, они говорят, да ты что, это невозможно. Да, а здесь все, нету денег. Ну, а как вы ели? Что предложат, то и ел. Что растет на деревьях, то и ел. А в каких-то кафе, может быть, в том числе, вас кормили? Улыбка помогала? Там схема на ума не работала? Помогала, помогала, помогала. Смотрите, на самом деле за год моего пути вокруг света я поправился на 8 килограмм. Да? Представьте. А почему? Потому что природа человека, она на самом деле очень... Вот я думал, что люди хорошие, но вернувшись после путешествия, я понял, что люди, они просто хорошие, они супер хорошие. Потому что у нас во всех есть вот это вот желание помочь другому. И как только вот, ну вот вы стоите на обочине, водитель останавливается, садишься, он такой говорит, вот у меня булочка там есть, вода, на, поешь. А я их, ну, если была возможность, там через, у них были переводчики, мы, если они хотели, мы общались. Я спрашивал, вот почему ты остановился, почему ты мне сразу еду даешь? Он говорит, ну я как понимаю, это не один человек говорил, это все говорили. А как я понимаю, человек на обочине стоит, я не знаю, когда он ел и когда он поест. Часть. Поэтому я с ним поделюсь, и он выживет, так же, как и я. Вы говорили, что исследовать эту вот, значит, структуру страха и так далее, но одной из целей, в том числе, мы прочитали это, было понять, что такое счастье. Счастье это как противоположность. Да, вы поняли, что такое счастье? Это уже как бы мы делаем резюме такое. Я вам расскажу три среза счастья получил. Значит, когда я встречал людей, первое, что я спрашивал, это был просто простой вопрос, что такое счастье? Ну вот мы бы с вами встретились, я вам сказал, что такое счастье? И вы бы первые мне им что-то ответили. Вот что такое счастье для вас? Просыпаться с улыбкой. Просыпаться с улыбкой. Ну, счастье это одномоментная история абсолютно. Я очень долго могу на эту тему рассуждать, но я могу сказать, что я счастливый человек. Дети, точно дети. Да, ну вот смотрите, когда я первый вопрос задавал людям, они отвечали первое. Для кого-то это было деньги, для кого-то это была семья, для кого-то это дети, для кого-то путешествие. То есть это было перечисление некоторых внешних каких-то проявлений нашей жизни. Если мы продолжали с человеком дальше разговаривать, то на уровне второго среза, да, я говорил, ну вот представь, если это у тебя все есть, то что тогда для тебя такое счастье? А люди задумывались и говорили, ааа, это состояние, которое возникает, когда дальше шло опять перечисление вот этих во всех странах. Это было одинаково, ответы были одинаковые. Вот этот список сначала перечислялся. Второе состояние этого списка. Разница была только в том, что одни говорили, у меня первая карьера, второе там семья. Для кого-то наоборот на первом месте было путешествие. И третий срез, когда мы, удавалось нам, не со всеми, мало кто шел дальше, говорил, ну все, достаточно, я больше не хочу. На третий срез люди задумывались, я говорю, мы там как-то вопрос-ответ, вопрос-ответ. Ну то есть возникал диалог, и с диалога уже вытекало так. Ааа, я понял. Счастье это состояние, которое вообще изначально у нас есть, но мы просто про него забываем, а потом через внешние вот эти проявления вспоминаем об этом состоянии. Вот это счастье. Счастье, в общем, это наше внутреннее состояние. Ой, ой. Запутал? Путешествие на кошек. Нет, не в коем случае, положили мысль, о которой нужно подумать. Огромное спасибо вам за встречу, друзья. Задумайтесь, что счастье для вас. Задумайтесь, что такое счастье для вас, ну и задумайтесь о том, что счастье, в том числе, наверное, для каждого человека это путешествие. И сегодня мы с Александром в Лишней Ростове делимся. Огромное спасибо. До свидания.